Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, мы продолжаем наш ежедневный бизнес-канал. Благодарю я моего коллегу Александра Кашапова. Сейчас время сухого остатка. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшнего эфира «Безработица». Безработица 2014 года. Стоит ли воспринимать разговоры о ней всерьез? Готовимся ли мы с вами к массовым увольнениям? Ну и в принципе поговорим о том, насколько эти опасения имеют место быть. Я представляю своего единственного пока сегодня гостя в студии сухого остатка Глеб Лебедев, директор по исследованиям компании Headhunter. Глеб, добрый день. Добрый день. Для вас, уважаемые слушатели, сразу много напоминаний. Ну, во-первых, я напомню, средства коммуникации вы можете к нам присоединиться. Телефон студии 6510996, код города 495. Сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, спрашивайте, принимайте участие в нашем эфире. И традиционно для вас мой первый вопрос. Действительно ли, на ваш взгляд, есть опасность оказаться без работы именно в этом 2014 году? И почему это так? Опять, ваша точка зрения нам очень интересна. Начиная наш эфир, я хотел бы процитировать следующую информацию. Следующую информацию. Минэкономразвитие видит риски повышения уровня безработицы в России в 2014 году относительно ранее заявленного прогноза. Официальный прогноз ведомства по безработице на 2014 год составляет 5,7%. Тем не менее, глава ведомства Алексей Люкаев в конце сентября назвал более высокую оценку 6%. Тогда он говорил о возможном ухудшении ситуации на рынке труда из-за текущей стагнации в экономике. Ну что ж, Глеб, вам первый вопрос. Насколько опасения, ну, таковые все-таки есть, да, кто-то постоянно опасается чего-то, может быть, даже и несуществующего. На ваш взгляд, как директора по исследованиям, тем более, насколько они имеют место быть? — Вообще, 2014 год, как мне видится, это год, когда действительно безработица может увеличиваться, может увеличиться. И в первую очередь, мне кажется, что источником этого увеличения будет государственный сектор. — А почему так? — Потому что мы в конце 2013 года слышали достаточно однозначные заявления от высокопоставленных чиновников, что нет нужды держать низкий уровень безработицы специально. Что есть примеры достаточно успешных стран, где, с одной стороны, и люди социально защищены, а с другой стороны, уровень безработицы никогда не был низким, но эти страны являются локомотивом еврозоны. В качестве примера проводилась Германия. — Да, это известный локомотив, и сразу хотел бы уточнить, а действительно, и каким образом можно искусственно держать низкий уровень безработицы? Все-таки это рыночный, мы сейчас тоже часть рыночного механизма, это достаточно рыночный показатель. — Есть достаточно крупные компании с госучастием, которые, по сути, отвечают за социальную, скажем так, ненапряженность. Эти компании периодически получают достаточно большие суммы и под льготные условия, еще по каким-то программам, к которым коммерческий сектор практически не имеет доступа. И вполне очевидно, что одна из причин, почему они получают эти деньги, потому что любое массовое сокращение в этих компаниях вызовет социальную напряженность, особенно это касается моногородов. — Ну, об одном, кстати, из таких моногородов можно более детально поговорить, да, буквально сегодня где-то я в очередной раз слышал, 7 тысяч, по-моему, сокращать собираются в Тольятти. — Да, и нужно понимать, что когда сказали о необходимости заморозки тарифов, ряд крупных компаний, энергокомпаний, в том числе РЖД, сказали, что не смогут заморозить тарифы без сокращения рабочей силы. На что им сказали, воля ваша, и совершенно спокойно они объявили о том, что будут сокращать достаточно большие объемы. А так РЖД на уровне, если я ничего не путаю, 30 тысяч человек обещал сократить. — Вот эти цифры, да, которые я только что цитировал в Минэкономразвитии, они в принципе, или им в принципе можно доверять, или это очень и очень усредненные такие показатели, 5%, 7%, 6%? — Это очень усредненные показатели, но нужно понимать, что сами по себе они не имеют такой большой ценности, но динамику они действительно отражают. — Отражают. — Я, кстати, вспомнил о том, когда мы заговорили, насколько объективно отражают этот показатель уровня безработицы. В известной многим экономике под названием Соединенные Штаты Америки есть, ну я так понимаю, там достаточно тщательно следят за динамикой рынка труда, и там помимо уровня безработицы, или, как говорят, безработицы относительной, да, там есть еще достаточно серьезные параметры, как ежедневно обновляемая статистика по обращениям за пособиями, что обратно коррелирует, да, с ситуацией в целом, и традиционно ежемесячно выходящие, так называемые, новые рабочие места вне сельского хозяйства, потому что, как известно, сельская хозяйство достаточно сезонная отрасль, да, поэтому ее... И вот, в принципе, если говорить о нашем рынке труда, вот у нас на таком уровне объективного показателя все же нет. — Нет, у нас нет такого показателя, он пока практически невозможен, его вывести и сделать объективным. В первую очередь это связано с, в том числе, большим объемом серого, скажем так, рынка труда, когда люди работают по договору подряда. — Я, извини, пожалуйста, Глеб, я хочу уточнить просто для наших слушателей, действительно, вот эта серая, да, что называется схема, не дает объективной возможности посчитать, потому что вот эти новые рабочие места, это не что иное, как публикации платежных ведомостей, но по определению это белая зарплата, да? — Да, то есть человека могут взять на договор подряда, и он фактически является компанией, которая оказывает услуги, а трудовых отношений не возникает, соответственно, его посчитать нельзя. С другой стороны, уровень пособия по безработице у нас настолько низкий, что та цифра, которая считается, она считается не путем учета пособий, которые выдаются, а путем опросов, да, и поэтому... — То есть имеется в виду, что если сравним со штатами, да, то там человек, который не имеет работу, он живет на это пособие, а у нас это номинально, и многие, кто не имеет работы, просто им лень, да, обращаться в соответствующую биржу труда, потому что это не решит проблемы. — Да, и кроме того, в Соединенных Штатах Америки очень много внимания уделяется цифрам, это как одна из главенствующих функций государства обеспечения информацией экономики, чтобы она развивалась, чтобы она могла прогнозировать, как дальше расти, как дальше строить бизнес. Поэтому этому очень много уделяется внимания. — Согласен, согласен, да, и когда мы говорим о статистике, да, Соединенных Штатов Америки, безусловно, там параметров гораздо-гораздо больше, да, таких вещей, которые многие просто и не считают, не имеют, видимо, такой возможности. — Ну ладно, бог с ней, с экономикой Соединенных Штатов Америки, жива она и будет жить, я думаю, и чувствует себя неплохо. Давайте вернемся к нашим проблемам. Значит, очевидно, что безработица может вырасти. Единственное, что опять я хотел бы уточнить, Глеб, давай поговорим о том, что, в принципе, мы даже сейчас, да, или по итогам 2013 года наблюдаем неразнородную, что называется, такую ситуацию, потому что есть спрос, достаточно серьезный спрос на некие категории, да, так сказать, ну, неквалифицированные, может, или своеобразно квалифицированные рабочие силы, и он не до конца удовлетворен. И в то же время мы наблюдаем, что на категории иные, собственно, рабочих сил не хватает. Вот если можно об этом чуть поподробнее, как поделить структурно, что называется, да, спрос и предложение? — Сейчас наблюдается спрос практически во всех сферах, но с одной оговоркой. Все работодатели говорят о нехватке высококвалифицированных специалистов. Даже мы говорим об экономистах, о юристах, о маркетологах. Высококвалифицированных специалистов, людей больных своей профессии не хватает. — Смотри, юрист, он изначально, да, человек наверняка квалификацию-то имеет, закончил вуз, а может быть даже и не один вуз, он все равно еще не считается высококвалифицированным специалистом. Что нужно для того, чтобы он этот статус приобрел? — Для того, чтобы приобрести статус высококвалифицированного специалиста, необходим опыт. При этом опыт достаточно разнообразный, подтвержденный. И что в современных условиях очень важно, у человека должна быть бизнес-ориентированность. Бизнес бывает разный, поэтому ориентированность — это разное бывает. Но человек всегда должен держать в голове, какую конкретно проблему он решает бизнеса. То есть где возникают деньги. Поэтому вот, наверное, первое, чем отличается высококвалифицированный специалист в гуманитарных областях, я не говорю сейчас про инженеров, это то, когда он решает проблемы бизнеса. Другая огромная категория... — Извини, опять перебьюти. Мне кажется, что все-таки в высшем учебном заведении не обучают ориентированности, что называется, к сожалению. — Да, и именно по этой причине мы видим, что крупные работодатели всячески стараются попасть в вузы и открывают даже собственные школы, то есть набирают туда специалистов и при вузе, и даже у себя. У себя внутри организации открывают школы. — То есть в этом случае он изначально уже пытается ориентировать, да, вот то, о чем мы говорим? — Да, он пытается те знания, которые дает в вузе, показать, как они применяются на практике, чтобы у человека было более целенаправленное усвоение информации и применимость информации. Сейчас, я знаю, будет проводиться такой эксперимент, как дуальное образование. Это действительно интересный шаг, когда на базе средних учебных заведений ученики сразу будут проходить обучение на предприятии и в среднем учебном заведении. — Среднем учебном. — Среднем. — Как в советские времена, да, профтехучилища, чтобы... — Совершенно верно. — Потому что именно эти люди работают руками, у них эта связь гораздо быстрее прослеживается и гораздо проще дать практическое применение материала. — Хорошо, мы поговорили о гуманитарных, что называется, да, квалификациях высоких, а что касается технических? — С техническими сейчас достаточно большая проблема. Я бы даже сказал не технические, а так называемый рабочий персонал, синие воротнючки, те люди, которые работают руками. Здесь наблюдается достаточно большой недовлетворенный спрос, при том, что, если говорить о Москве, эти люди могут получать больше среднего офисного работника. То есть даже сантехник с зарплатой 100 тысяч — это не какое-то явление, которое невозможно встретить. Есть такие люди, конечно, в первую очередь эти люди, которые, с одной стороны, отлично знают свою область, знают свой рынок и обладают некими навыками сервисного обслуживания. И практически любая сейчас рабочая профессия, она очень востребована, особенно если у человека нет плохих привычек вредных, если он не пьющий. Для грузчика 50 тысяч рублей — это нормальная зарплата, если он нормально работает. — Это мы все-таки о Москве, наверное, говорим. — Это мы говорим преимущественно о Москве. В регионах, конечно, ситуация, с одной стороны, гораздо сложнее, с другой стороны, в регионах связь между учебными заведениями и работодателями гораздо крепче, в силу того, что они там ближе, и сами учебные заведения очень заинтересованы в том, чтобы трудоостраивать своих выпускников. — Хорошо, мы тогда попозже еще вернемся к регионам. Значит, мы поговорили о том, что так называемые «синие воротнички» тоже востребованы. Но опять, если мы говорим все-таки о рабочих специальностях, это квалифицированные, правильно, специалисты? Это квалифицированные сотрудники. — Это и квалифицированные специалисты, но на самом деле даже неквалифицированные специалисты тоже очень востребованы. Это так называемый линейный персонал, например, в торговых учреждениях, в магазинах. И, к сожалению, мы видим, что очень часто здесь востребованный нелегальный труд применяется, что, конечно же, очень негативно воздействует на саму систему рынка труда. — Конечно, конечно, конечно. Ну, опять-таки, если говорить о линейном персонале, действительно, квалификации никакой. Ну, изначально, наверное, диплома о каком-то образовании, в данном случае непонятно даже о каком, не требуется. И получается, что работодатель, набирая линейный, вынужден какое-то время потратить на то, чтобы его изначально чему-то научить, да, там первоначально какие-то... — Да, но если мы задрагиваем такой вопрос, как обучение, и то, что работодатель тратит на это время, то на самом деле это проблема сквозная для всего рынка в целом. Всего около трети людей работают по специальности. Это катастрофически мало. — Полученный некогда, да, некогда. — Да. То есть получается, что пять или сколько-то лет, у кого-то четыре, у кого-то шесть, потрачены впустую. Человек потом переучивается. Вопрос, ну, о какой производительности труда мы можем вести речь, да, если у человека не закладывался фундамент для глубокого понимания предметной деятельности, если у человека не развивались целенаправленно какие-то навыки. — А зачем вот пять лет он мучился, он тратил эти пять лет? Ведь он, в принципе, нормальный, наверное, ну, в большинстве случаев адекватный человек. Я понимаю, что раньше часто можно было услышать вещи типа, ну, куда вот мне идти после школы, да, в армию не ходишь, если это мужская половина, дай-ка я посижу пять лет отсюда, диплом получу, а там будет видно. — Здесь нужно понимать, что у нас, конечно, очень сильно представление о необходимости высшего образования. То есть наличие высшего образования очень часто как некая такая печать, то, что ты состоялся в жизни. — Да, да, да. Хороший тон, что называется. — Да, хотя при этом к реальной жизни, к сожалению, это не всегда имеет отношение. — Ну, то есть стоит даже от этого хорошего тона, может, отказываться? — От него, безусловно, стоит отказываться, и, как я уже говорил, сейчас наблюдается недостаток высокопрофессионалов высокого класса во всех профотраслях. Поэтому стоит заниматься тем, чем ты действительно хочешь заниматься, и где ты будешь постоянно развиваться, и будешь лучше. — Спасибо. Спасибо, Глеб. Друзья мои, я немножко на секунду прервусь, я представлю еще одну гостью в нашей сегодняшней студии. Это Тамара Касьянова, кандидат экономических наук, первый вице-президент общероссийской общественной организации «Российский клуб финансовых директоров». Добрый день, Тамара. — Добрый день. — Правильно я представил вас? — Да, абсолютно. Уважаемые слушатели, я вам напомню, телефон в студии 6510-99-6, код города 495, сайт компании финам.фм. Вы можете к нам присоединиться и задать свои вопросы. Говорим мы сегодня в сухом остатке на тему безработица 2014. Стоит ли действительно готовиться к увольнениям, к массовым увольнениям? Стоит ли вообще бояться этого 2014 года, который по многим официальным, и уж тем более неофициальным источникам, да, сулит быть непростым? — Кстати, Тамара, вы согласны с этими утверждениями? — Я бы не говорила так, что он будет совсем непростым. У нас каждый год непростой. Но говорить о том, что... — Давайте так, он будет более непростым, чем предыдущий непростой. — Тут все зависит от того, как мы к этому относимся. Потому что есть категория людей, которые воспринимают даже кризис как возможность. И очень многие люди перестраивают себя и свою жизнь, и свою деятельность, исходя из этой возможности. Есть, конечно, категория людей, которые всегда считают, раз плохо надо просто лечь на диванчик, сложить лапки и ничего не делать. — Будет лучше со временем. — Когда-нибудь будет лучше. Тут все зависит от отношения человека к этому состоянию. — Ну, а если все-таки адресовать реплику некому среднему человеку, да, вот так его, собственно, не делить его полярной точкой зрения, есть повод опасаться того, что я могу в этом... Ну, я про себя в том числе говорю. В этом году лишиться работы. — Безусловно, я думаю, что если государство все-таки пойдет по тому пути, что часть заведомо убыточных предприятий будет закрываться, то часть людей, конечно, безусловно, потеряет работу. Но, с другой стороны, государство относится к этому, ко многим предприятиям как к градообразующим и очень беспокоится пойти по этому пути. Но я думаю, что это абсолютно неправильно. Наверное, уже давно надо было закрыть эти предприятия, перепрофилировать, и люди были бы уже более востребованы. Они бы не получали, как сейчас, за 2-3 рабочих дня в неделю деньги и жили бы в тяжелом состоянии, а, может быть, уже добились бы гораздо большего. — Ну, то, о чем как раз Глеб говорил, да, в первой части, когда мы начали говорить. То есть вот эти истории с градообразующими, тем более неэффективными градообразующими предприятиями, все-таки это не... — Это социальная история. — Социальная история, да. И, в принципе, да, говорим мы о том, что было бы правильно по-другому как-то относиться, да, как сейчас это делают наши власти. Я понял. Хорошо, давайте поговорим тогда тоже о достаточно важной истории. Если уж, если уж, и потерять работу, да, слава богу, в этом году. Останусь я на прежнем месте, но есть риск, что заработная плата каким-то образом поменяется. Вот опять в результате того, о чем мы сегодня говорим, да, общее замедление роста российской экономики, да, даст возможность, что называется, предприятиям пытаться оптимизировать каким-то образом, да, результатом. — Да, безусловно. И, конечно же, очень многие предприятия, если говорить о среднем и даже крупном бизнесе, они, безусловно, стараются минимально повышать уровень зарплаты, индексировать заработную плату. Но здесь надо понимать о том, что, к сожалению, если говорить в среднем по стране, то у нас идет большая индексация бюджетной сферы. И, в конце концов, на общую картинку по стране это не сильно повлияет. И ожидаемый уровень повышения зарплаты составит порядка 8%. Ожидаемый уровень инфляции — 4,5-5%. И, в общем-то, средний уровень зарплаты как бы останется в норме. Но все-таки говорить о средней — это достаточно сложно, потому что средняя не влияет конкретно на конкретного человека. И проблема как раз будет больше в тех отраслях, потому что если бюджетную сферу очень сильно скорректируют, то небюджетная сфера окажется в более тяжелом состоянии. И здесь надо понимать о том, чтобы корректировать бюджетную сферу, нужно все-таки исходя из рыночного состояния того региона, и чтобы она не сильно отличалась от рынка труда в конкретном регионе. То есть понятно, что бюджетную сферу за счет субсидий и финансирования государственного, а небюджетная регулируйся сама, пожалуйста. Так ведь получается? Да, безусловно. Глеб, вот как действительно найти это некое соответствие, и кто на самом деле должен этим заниматься? Этим заниматься должны все. И сейчас сложилась парадоксальная ситуация. Во многих, многие ведомства, многие места работы, скажем так, государственные, они рассматриваются как тихая гавань, во-первых, а во-вторых, как проходное место для того, чтобы получить опыт. Потому что для работодателя, в первую очередь, от молодого специалиста нужен опыт решения тех задач, которые его ждет. То есть в государственную сферу я не иду, чтобы заработать денег? Я понимаю, что там... Я думаю, что кто-то идет, вопрос, как он будет зарабатывать, да? Хотя сейчас там зарплата потихоньку начинает выравниваться, но все равно государственный сектор, это прежде всего, рассматривается как тихая гавань. И это отношение было сформировано в 2009-2010 году, когда коммерческий сектор активно от людей, ну, не то чтобы избавлялся, но искал способы, как оптимизировать численность. А вот от государства мы таких шагов не видели. При этом нужно понять, что подобное отношение, как к тихой гавани или как к проходному месту ведет к тому, что туда настоящие хорошие профессионалы не идут. И с одной стороны нужно повышать зарплату, с другой стороны за счет чего? То есть эффективность, она не такая высокая, да? То есть если бы росла эффективность, тогда, понятно, можно повышать зарплату, потому что требуется меньше людей для выполнения того же объема задач. Сейчас вот такая вот парадоксальная ситуация с государственным сектором. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы она как-то менялась. Тамара, можно говорить, что действительно вот эта парадоксальная ситуация, о которой Глеб говорит, она даже не во благо, она во вред идет, да? Да, я абсолютно согласна. Кроме того, проблема в том, что у нас очень велика доля сотрудников, работников, которые работают в бюджетной сфере. Очень много происходит задвоение одних и тех же функций. Расширение штата совершенно неправомерное. Оно в последние годы очень сильно растет. Эффективность работы падает с учетом этого. А уровень зарплат растет там значительно. Кроме того, там не только, если взять зарплату, то еще и высокий уровень компенсации бывает для работников, которые работают в этой сфере. И часто они бывают незагружены, недозагружены, или просиживают, как говорится, какую-то часть своего времени совершенно неэффективно. В то же время уровень зарплаты у них получается более высокий. Иногда, если взять региональный уровень, то, безусловно, там большая часть людей старается прийти в бюджетную сферу, потому что это гарантия соцобеспечения, гарантия хорошей заработной платы, гарантия то, что тебя не уволят. Ты совершенно спокоен и работаешь. Но в то же время эффективность труда очень плохо оценивается. Слово «работаешь» еще в кавычки можно даже поставить. Да-да-да. Эффективность, к сожалению, не оценивается. Я понял. У нас есть звонок. Давайте пообщаемся со слушателем. Вадим, добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Вадим Самара. Ну, у меня будет два вопроса к вашим гостям. Первое. Насколько верно утверждение, что нет плохих рынков сбыта, есть плохой маркетолог на предприятии? И каким образом можно определить, хороший маркетолог или плохой маркетолог при приеме на работу? Это первый вопрос. И второй вопрос. К вашему человеку, который представляет финдиректорский корпус. Скажите, пожалуйста, вот в условиях падающего спроса, в условиях постоянного нарастания налоговой нагрузки на предприятиях, скажите, какие направления есть в вашей области, которые могли бы облегчить финансовое положение предприятий? Спасибо. Спасибо, Вадим. Спасибо вам за вопрос. Тамара, с вас начнем. Я могу со второго вопроса. Давайте, со второго. У нас есть минутка просто до рекламы. Да, да, да. Я как раз хочу сказать о том, что здесь проблема существует, в том числе в том, что, к сожалению, очень высокая нагрузка на бизнес, и, безусловно, те социальные взносы, которые платят предприятия, они достаточно высоки, с одной стороны. С другой стороны, очень много предприятий малого бизнеса находится в серой сфере экономики, и они не платят вообще ничего. А в то же время люди, которые работающие там, претендуют на сегодняшний момент на те же равные условия по пенсионному обеспечению. И получается так, что на одного работающего падает дополнительно еще один человек, который фактически ежедренец, который не заботится о своих социальных взносах. И именно в этом вся проблема. Если бы бюджет, безусловно, государство снизило бы взносы на социальные налоги, ведь для всего мира это понятно. Чем ниже ставки налогов, тем выше собираемость. И тогда люди не стали бы скрывать, не уходить бы в серый бизнес, не скрывать свои доходы. И это как раз привело бы к повышению доходности с одной стороны страны, и с другой стороны повышению уровня зарплаты сотрудников. И даже несмотря на то, что действительно, как Вадим упомянул, мы сейчас все-таки живем в эпоху снижающегося спроса. И даже в это время... Даже именно в это время, потому что мы можем наблюдать, как чуть больше 10 лет назад, когда мы перешли от прогрессивной ставки по доходному налогу, там было до 30% на плоскую 13%, доходы бюджета в абсолютной сумме выросли в три раза и больше. А мы сейчас пытаемся опять прийти к более высоким ставкам, и это ведет как раз к обратной ситуации, о том, что доходы в бюджет приходят меньше в абсолютной сумме. Если мы говорим о том, что это для решения социальных вопросов, но нам же нужно решить конкретные вопросы о том, чтобы были деньги, именно деньгами этим можно было бы распоряжаться и в социальных сферах тоже. Спасибо, спасибо, Тамара, спасибо, Глеб. Сейчас прервемся на пару минут, реклама на Финам.ФМ, потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжим эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня мы говорим на тему безработицы 2014-го, готовится ли нам действительно к массовым увольнениям, или все-таки береженого бог бережет, что называется. Я напомню еще раз в студии Глеб Глебедев, директор по исследованию компании Headhunter, и Тамара Касьянова, кандидат экономических наук, первый вице-президент общероссийской общественной организации Российский клуб финансовых директоров. Телефон студии 6510996, код города 495, сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, ну и поделитесь собственной мыслью по поводу того, действительно лип, 2014 год, может стать годом достаточно серьезных сокращений на рынке труда. Вернемся с Глебом, мы начали на эту тему говорить, и давайте вместе продолжим этот разговор. Вот эта дифференциация столичный город и регион Российской Федерации, насколько сильно вообще это различие на рынке труда, в частности, Глеб? Это различие очень большое. Ну вот так, если говорить о средних цифрах, то, как правило, крупный миллионник по зарплатам, это в два раза ниже Москвы, Питер, Санкт-Петербург где-то 75% от уровня Москвы. Но это средние цифры. При этом, конечно же, в регионах бывают интересные проекты с хорошими бюджетами, с зарплатами на уровне Москвы иногда и выше, когда какой-то большой проект стартует, и необходимо людей переманить, высококвалифицированных. Проблема регионов, она возникла не на пустом месте. С одной стороны, она связана с низкой мобильностью, потому что... Мобильностью россиянина. Трудовых ресурсов россиянина в том числе. Я подчеркнул, россиянин, потому что это низкая мобильность, это следствие некой ментальности все-таки российской. Нужно понимать, что когда взять, например, ситуацию, что было 40 лет назад, было государство, которое знало, сколько у него заводов, сколько у него учебных заведений и где какое вуз или среднее учебное заведение поставить, чтобы обеспечить рабочей силой конкретный завод, конкретную фабрику. Дальше все это исчезает. У нас остаются заводы, которые некоторые закрываются, некоторые заводы на новых местах открываются. Учебные заведения остаются там, где были. Сейчас заказчиком образования является множество коммерческих структур, контролируют образование государства. Учебные заведения не знают, что делать. Люди, у которых долго-долго было такое явление, как прописка, привыкают жить на одном месте. И вот это все заваривается. И в результате какие-то регионы, у которых есть амбициозные планы по экономическому росту, банально не могут обеспечить этот рост человеческими ресурсами. Где-то этих ресурсов переизбыток, потому что заводы закрылись, люди не уезжают. И на фоне всего этого Москва еще является таким финансовым центром, где сосредоточены все ресурсы. В результате имеем вот эту вот солянку, когда у нас есть Москва, где всего в избытке плюс-минус, и регионы, где в избытке прежде всего проблем. Как этот узел разрулить? Разрулить? Ну вот сейчас все над этим думают. Да, это проблема глобальная, такая стратегическая. Действительно, Тамара, согласна с Глебом, что это проблема из советского прошлого. Да, безусловно. Волей и неволей, конечно. Да, безусловно, это проблема из советского прошлого. Но я могу сказать, что в советское прошлое здесь были плюсы, потому что была обязательная система распределения после вузов. И очень многие молодые специалисты, закончив тот или иной институт, вне зависимости от того, в каком городе он отучился, он мог поехать в любой регион страны, где для молодого специалиста давались какие-то льготы. По крайней мере, ему давалась возможность жилья. Конечно. Я сразу вспомнил, у меня сестра двоюродная, окончив здесь институт, уехала в Запорожье, на Украину. Это советские времена еще были. И они получили, естественно, работу, простите, высоко квалифицированные социальные льготы, квартиру сразу. Ну а сейчас что произошло, можете себе представить. Они граждане другого государства. Да, но здесь проблема как раз в том, что институт как раз распределения при вузах, он прекратился. И если бы его возобновить, то я думаю, что многая часть молодых специалистов, ведь мы понимаем, что молодые специалисты, они, как правило, не обеспечены ни жильем, ни денежными средствами. Для них было бы важно, что если им даже дают какую-то комнату с возможностью ее выкупа или квартиру, с возможностью ее на льготных условиях выкупать или предоставляют ведомственное жилье на правах аренды, но они уже могут, как молодая семья, может быть, ехать и жить в нормальных условиях, и уровень зарплаты будет достойный, безусловно, многие люди поедут, потому что молодежь — это та часть, мобильная часть населения, которая готова поехать. И наиболее мобильная. — Наиболее мобильная, да. Понятно, что старшее поколение, которое уже обзавелось жильем, дачами, садами, конечно, их подвинуть очень тяжело. Их можно подвинуть только предложением аналогичных условий. Сейчас это бывает достаточно сложно. — Хорошо, и вернемся тогда. А кто может вернуть вот эту систему распределения трудовых ресурсов опять в ВУЗы? Это прерогатива кого? Самого ВУЗа или это министерство образования? — С моей точки зрения, безусловно, что ВУЗы должны получать реальные запросы от предприятий. Раньше это было, конечно, через министерство образования, когда приходили целенаправленные запросы на потребность тех или иных специалистов. Ведь сейчас готовятся специалисты, не исходя из того, какая есть потребность, к сожалению, в тех или иных профессиях. Потому что, например, сейчас большой провал в проблемах в людях инженерных кадров. Есть проблема с получением специалистов на рабочие места среднего технического специальности. И уровень зарплаты на этих должностях достаточно высокий на сегодняшний момент. Но найти хороших специалистов, там, слесарей, механиков, к сожалению, не могут. Потому что на сегодняшний момент у нас высшее образование совершенно оторвано, отрезано. Оно живет совершенно самостоятельно, живет отдельно от бизнеса. Это его потребности в специалистах. — Да, Глеб. — В одиночку ВУЗ не решит проблему распределения. В первую очередь это связано с тем, что, как уже сказали, когда распределяли, решали вопрос с жильем. ВУЗ не решит вопрос с жильем. Сейчас, насколько я знаю, у меня есть знакомые, которые с этим сталкивались, система распределения есть, она работает, но она работает от работодателя. То есть, когда у работодателя есть ВУЗ профильный, с которым у него налажено отношение, он говорит своим работникам, что, пожалуйста, мы поможем устроить ваших детей в этот ВУЗ, если вы заключаете с нами договор о том, что после того, как ваш ребенок закончит ВУЗ, столько-то лет он у нас работает на заводе. То есть, эта схема есть, она работает. — Раньше это называлось целевое обучение, насколько я помню. — Да. Возвращать в рамках государства это будет очень сложно, потому что современный бизнес, он характеризуется высокими скоростями. — Скоростями изменений его, да? — Да, изменений. И, соответственно, сегодня есть потребность на этих специалистов, которые завод или конкретно предприятие готовы декларировать, а через три года их нет. И вот этот лаг, к сожалению, в условиях отсутствия информационной поддержки глобальной, он очень маленький, быстро все меняется. И если в других государствах очень часто бывает так, что на 3-5 лет можно прогнозировать ситуацию, то у нас, к сожалению, нет. Это связано с тем, что и информации у нас не так много со стороны государства, и ее качество, честно говоря, иногда оставляет желать лучшего. Поэтому в одиночку здесь никто это не решит. Это должен меняться, в принципе, подход к образованию. Здесь и со стороны работодателей должны объединяться, потому что когда мы разговаривали с ведущими вузами, которые, например, поставляют кадры военным ведомствам, они говорят, у нас нет проблем. У нас вообще просто пищат от восторга от качества специалистов, потому что есть один заказчик, есть понятные прозрачные требования. — Еще какой заказчик, да? Понятно, что здесь будет пищать от восторга. Друзья мои, спасибо вам огромное за беседу. У нас осталось три минутки, все же, давайте вернемся опять к заявленной теме. Ну и вот с точки зрения простого россиянина, который, я надеюсь, по крайней мере, имеет сейчас работу и достойную зарплату, как ему нужно вести себя вот в этих немного меняющихся в худшую сторону условиях, Тамара? — Ну, безусловно, человек должен сам для себя понять, готов ли он пойти на какие-то изменения в своей жизни. Если он готов, если он не боится потерять работу... — Причем их не должен инициировать сейчас, он должен понимать, что они могут так случиться. — Да, безусловно, но он должен быть морально к этому готов, что если это произойдет, он должен понимать о том, что где он будет искать себе другие варианты работы, и я думаю, что человек не должен чураться той работой, которую ему предлагают. Конечно, может быть, для некоторых людей это серьезно и важно, но есть такие абсурдные ситуации о том, что человек не готов идти в работу, потому что там зарплата на 3000 рублей меньше, и должность немножечко меньшего уровня, чем он был. — Не солидно вроде бы, да? — Вроде бы не солидно. Но в данном случае тут стоит вопрос о том, что все-таки что человек хочет. Если у него есть семья и нужно кормить семью, то разумный человек на это пойдет. — Безусловно, и он понимает, что это временный компромисс, который придет в другую ситуацию. А может быть, даже это позволит ему на новом месте работы подняться на более высокий уровень, если у него высокая квалификация. — Я понял. То есть надо все-таки на компромиссы соглашаться в таких временных условиях. Глеб, ты что порекомендуешь нашим слушателям? — Я порекомендую слушателям в первую очередь понять, что человек на рынке труда товар. И вы должны всегда держать это в голове, что вы товар, и вы помогаете работодателю зарабатывать деньги. Это то, ради чего вас берут на работу. Если вы бухгалтер, то вы должны понимать, в том числе за счет вовремя сданной отчетности, то есть вы всегда должны пытаться думать категориями работодателя. Он платит деньги, и он, соответственно, решает свои проблемы. Вы ему помогаете эти деньги зарабатывать, он с вами делится. Если вы будете себе воспитывать подобные отношения, вам будет легче понимать, как устроиться, на какую работу, и что в себе развивать, чтобы легче было вам работать с работодателем. — То есть некий товарный вид всегда надо, во-первых, соблюдать, и в какой-то степени, может быть, его еще и увеличивать, улучшать, улучшать. Потому что, если верить твоим словам, если слушать твои слова, то все-таки вот такие взаимоотношения между работником и работодателем. — Да. — Я понял. Спасибо огромное. Ну что ж, давайте тогда уже, к сожалению, 30 секунд у нас осталось. Я еще раз представлю моих гостей. Сегодня в студии сухого остатка. Глеб Лебедев, директор по исследованиям компании Headhunter. И Тамара Касьянова, кандидат экономических наук, первый вице-президент общероссийской общественной организации «Российский клуб финансовых директоров». Огромное вам спасибо, уважаемые гости. Вы, в принципе, сами-то как вот с этой точки зрения? Крепко стоите на ногах, опасений никаких нет? — Конечно, нет. — Ну и слава богу. — Нет. — Спасибо. Спасибо, уважаемые гости. Спасибо, уважаемые слушатели, за внимание. Как всегда, всего хорошего, успехов вам. До свидания. Продолжение следует...